Привет! Сразу хочу оговориться, чтобы не вводить в заблуждение. Если вы специалист, профессионал, цикл моих видео, скорее всего, вам будет не особо полезен, потому что ничего нового или необычного здесь не будет. Но в любом случае я с радостью отношусь к любой критике, вполне готов конструктивную критику выслушать. Это будет полезно и мне, и тем зрителям, кто хочет следовать лучшим практикам. А теперь мы продолжим, и я расскажу уже для тех, кто остался. Основной целью цикла видео DevOps-песочница, DevOps-sandbox мы возьмем за основу наш предыдущий проект, связанный с автоматизацией тестирования. Если вы его не проходили, но вы хотите попробовать вместе со мной выполнить, то те DevOps-конфигурации, настройки сервера и так далее, то, что мы будем делать самостоятельно без написания фреймворка, вы сможете его взять у меня на GitHub и использовать его для прохождения, для выполнения данного цикла видео. Итак, в цикле видео мы рассмотрим такие понятия, как Docker, поработаем с Linux, поработаем с GitLab CI, будем работать с Bash, писать Bash скрипты, возможно, будет еще мониторинг, алертинг. То есть мы будем использовать, в принципе, такие базовые основные вещи, которые позволят нам развернуть наши тесты и заставить все это автоматически развертываться, прогоняться и, соответственно, собирать отчеты вместе с этим. Суть будет в следующем. Это как будто бы ваш проект, который необходимо реализовать для заказчика. Смысл его заключения заключается в том, что заказчик хочет, чтобы автотесты автоматически выполнялись по расписанию, ну, условно, там, в самые незагруженные часы, допустим, там, каждый раз утром, рано утром, там, в 5-6 утра и так далее. Потом должны генерироваться отчеты, они должны сохраняться, вот, и все это должно работать непрерывно, без вашего участия, ну, то есть настроить ICD, и все это должно быть в контейнере. Задача достаточно абстрактная, решить можно ее по-разному, и одно из таких простых решений я попробую продемонстрировать. Все, вся эта работа происходит в том смысле, у нас маленький опыт, там, джуниор, не знаю, опыт стажера, и мы постепенно маленькими шажками должны прийти к какому-то минимально готовый продукт со всеми нужными функциональностями, которые потом при необходимости и при желании можно развить более серьезный полномасштабный проект, ну, и дальше уже с этим работать. То есть, вот такая у нас основная задача данного цикла видео. Возможно, то те идеи, те реализации, которые я на данный момент, как бы, придумал и реализовал, возможно, это будет дополняться. Надеюсь, этот цикл видео вам тоже будет полезен и интересен. Я повторяю, много раз повторял и повторяю еще раз, что я не являюсь истиной в последней инстанции. Если вы знаете, придумали, сделали решение лучше, отлично. Я являюсь просто человеком, который показывает то, как делаю это я, и достаточно просто, но не всегда мои решения будут соответствовать бестпроекту. В любом случае, этот курс, курс, цикл видео, это не обучающая программа. Я ничему вас не обучаю, я просто показываю свой процесс. Если вам интересно, вы пробуете и вас подчерпываете и получаете какие-то знания, отлично. Но еще раз говорю, это не учебная программа. Мы просто, я просто, я просто делюсь процессом своей работы. До встречи на моих следующих видео. Спасибо за просмотр. Как всегда, могу порекомендовать только одно. Привести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и обязательно возвращаться.